дорогой слушатель костя суханов приветствует тебя многие писали мне что в моей творческой копилке очень не хватает такого автора как дмитрий мамин сибиряк я решил исправить эту несправедливость и записать для вас его серию сибирские рассказы именно по вашим отзывам по вашим лайкам дизлайкам потому сколько людей будут делиться этими произведениями я и хочу понять действительно ли нужен этот автор и его произведения ну что же серия сибирские рассказы дмитрий мамин сибиряк девятый рассказ из серии сибирские рассказы всю серию вы можете послушать на youtube канале актер костя суханов приятного прослушивания дмитрий мамин сибиряк приисковый мальчик для ермошки последний ильин день останется навсегда в памяти как день удивительных приключений и еще более удивительной его собственной ермошкиной изобретательности по праздникам ермошка обыкновенно околачивался у приисковой конторы или господского дома своя казарма пустовала потому что рабочие расползались в разные стороны и возвращались домой только к утру если были в состоянии это выполнить ермошка тоже слонялся целый день на полной своей воле и по примеру больших рабочих приносил с такого праздника подбитый глаз или какое-нибудь другое праздничное увечье на прииске любезном ильин день праздновался особенно широко потому что главная шахта называлась ильинской и так ильин день наступил ермошка проснулся по обыкновению рано но провалялся на своей нари лишний час благо сегодня ему не нужно гонять барабан в отворенную дверь казармы заглядывала горячее летнее солнце так что глазам было больно первым делом ермошка сбегал к ближайшей выработке и приблизительно умылся то есть размазал по лицу полосами ярко-желтую приисковую глину затем он надел новую ситцевую рубаху плисовые порыжелые шаровары пригладил скатавшиеся копной волосы на голове и почувствовал себя окончательно в праздничном настроении возвращаясь через казарменную кухню ермошка воспользовался отсутствием зазевавшейся артельной стряпки ликониды и стянул порядочную краюху пшеничного хлеба которую и спрятал с ловкостью записного вора под нары ах ты пес крикнул на него лежавший на печи старик осип служивший шорником вот уже я скажу ликониде то так она те расчешет башку то ермошка запустил в старика валявшимся на полу старым лаптем и ретировался покрытая веснушками и загаром скуластое лицо ермошки дышала завидным здоровьем а серые глаза смотрели с откровенным нахальством настоящего приискового мальчишки выросшего в рабочей казарме без всякого призора позавтракали сегодня рано потому что народ торопился разойтись по промыслам и многие не обещали свернуться даже к обеду нахлебавшись щей из толстой крупы забелы из сметаны ермошка отправился в поход вместе с другими стряпка ликонида конечно хватилась недостававшей краюхи но махнул рукой на разбойника за обедом раскроется хлебом который останется от загулявших рабочих да и то сказать ликониде было не до ермошки она торопилась поскорее убраться у печи чтобы отвести свою приисковую душеньку на гулянке прииск любезный занимал большую площадь перерезанную с угла на угол болотистый реченкой шабейкой издали и вблизи общая картина имела совсем унылый вид плоская болотистая равнина тощий болотистый лесок грязные дорожки и кое-где громадные выработки и целый ряд приисковых построек рабочая казарма в которой жил ермошка стояла уже на борту выработавшиеся золотоносные россыпи работы были отодвинуты чуть не за версту до приисковой конторы от казармы было сверсту на пути стояла знаменитая ильинская шахта давшая владельцу любезного больше пятидесяти пудов золота наружи деревянный корпус защищавший шахту ничего особенного не представлял деревянный сарай с высокой железной трубой и больше ничего железная труба вечно дымилась потому что паровая машина день и ночь откачивала тяжелую холодную рудную воду она же вертела стальные бегуны и дробившие кварц в каменную муку каждый уголок на прииске был известен ермошке как свои пять пальцев он и песок с россыпи возил по железной дороге на машину и у паровых котлов ходил и на машине состоял и канавки для воды проводил а теперь гонял барабан то есть целый день ездил на паре лошадей кругом громадного деревянного барабана на которой наматывалась снасть выхаживавшая из шахты бадью с породой или пустяком проходя мимо своего пустовавшего по праздничному вагона ермошка лихо свистнул на невидимых лошадей свистела на ухарске так что непривычный человек вздрогнет гликоробия это что у конторы крикнул ермошка вглядываясь вперед не дожидаясь ответа ермошка уже летел вперед на всех рысях так что сверкали только его голые пятки надо было поспеть вовремя разузнать кто приехал откуда и зачем чужие люди редко показывались на любезном и являлись жертвой неудержимого любопытства ермошки он еще издали заметил что приехавшие были люди необычные у подъезда господского дома понура стоял старая сивая лошадь запряженная странной формы повозку это были простые дроги сплетенным кузовом защищенным от враждебных стихий парусиной так никто на промыслах не ездил на крылечке стоял вытянувшись в струнку швейцар и обережный хозяина по прозванию гусь а перед ним без шапки переминался с ноги на ногу какой-то бритый человек с длинными усами и с экипажа выглядывало бледное женское лицо сами в укул ефимыч приказали повторял бритый человек так как они видели нашу игру и весьма одобряли да мы в елковском заводе представление имели для почтеннейшей публики и господин в укул ефимыч тогда же удостоили нас своим вниманием и приказали приехать на любезный гусь подозрительно оглядывал с ног до головы бритого человека и отрицательно качал головой что в переводе означало что не может этого быть по воровской привычке ермошка не подошел к крыльцу прямо а предварительно обошел кругом экипаж и заглянул под парусину повозка оказалась нагруженной доверху какими-то ширмами крашенными палками и подозрительными узлами поторговавшись для важности с бритым человеком гусь ушел в господский дом и на всякий случай запер за собой дверь на крючок бритый человек подошел к повозке и ласково сказал бледной женщине все отлично в укул ефимыч дома а халуй еще ломается появившийся на крыльце гусь поманил бритого человека и они скрылись в подъезде тетенька вы кто такие будете осведомился ермошка заглядывая под парусину мы комедию будем представлять какую кометь а вот увидишь где здесь палатку поставим мы будем представлять если хочешь посмотреть так припасай гривенник ну ермошки захватило дыхание от этого известия и он сразу сообразил все шорник осип видел как комедию ломают вот так штука гуси бритый человек вышли снова на подъезд и уже совсем приятелями в укул ефимыч приказал всячески способствовать приехавшим комедицком комедицки приехали комедицки кричал ермошка бросившись сначала к корпусу служащих а потом обратно к своей казарме комедицки центр любезного прииска составляла его приисковая контора с господским домом корпусом для служащих амбарами конюшнями и разными другими приисковыми постройками маленькая неправильной формы площадка разделяла их точно за плата пришитая неумелой рукой вот на этой площадке бритый человек и принялся за дело прежде всего он воткнул в землю большой шест с красным флагом и пестрой афишей гласивший что масье пер тубачу имеет честь известить почтеннейшую публику о своем благополучном прибытии далее следовали некоторые подробности масье петру бачу изучивший черную и белую магию покажет чудесные явления из мира таинственного будет глотать горящий огонь и шпаги представит опыт индийского чревовещателя олимпийские игры всевозможные фокусы и в заключение всего знаменитую воздушную фею мисс санта анну или бюст женщины одобрены многими высокими особами гусь был прикомандирован на помощь масье петру бачу и с обиженным видом смотрел как тот быстро устраивал свою походную палатку из заплатанной парусины около этого походного сооружения собралась целая толпа и впереди всех конечно пожираемый любопытством ермошка вот так немец слышались одобрительные возгласы эй ловк приспособился ви не мешать мои бормотал масье петру бачу искусственно ломаным языком отодвигая напиравшую толпу мой будет давать морда донор ветер мальчишка долой канале особое внимание масье петру бачу обратила на себя стоявший недалеко от палатки сухая березка он несколько раз подходил к ней пробовал ее и качал недоверчиво головой береза была гнилая и не выдерживала напора его рук проклятая шволочь бормотал масье петру бачу оставляя в покое гнилую березу все эти таинственные приготовления совершались чуть не целый день когда палатка наконец была готова месье петру бачу торжественно вывесил по обеим сторонам входной двери две картины на одной изображен был он сам глотающий огонь а на другой мисс санта анна или бюст женщины возбужденному приисковому любопытству не было меры и границ невозмутимый гусь был представлен охранять палатку от нескромного любопытства приисковой публики представление было назначено в шесть часов вечера когда хозяин приисков в укул ефимыч злобин соснет после обеда это была целая вечность для нетерпения ермошки он позабыл о своем обеде и не отходил от палатки ни на шаг вдруг он уйдет и представление начнется без него масье петру бачу закусил что-то со своей воздушной феи и тоже прилег отдохнуть ермошка ужасно беспокоился и в каждом новом человеке видел своего кровного врага который займет именно его место палатка была невелика негде кошки за хвост повернуть а народ все прибывал тише вы галманы как-то шипел на всех гусь в укул ефимыч изволит почивать право в речи так как всему на свете бывает конец то и в укул ефимыч изволил наконец проснуться гусь был отвязан в господский дом и получил строгий наказ стоять все время представлению палатки и наблюдать чтобы не было худых слов в укул ефимыч шел на представление собственной супругой потому будут жены служащих и наконец девицы а народ праздничным делом пьяный ты у меня смотри каналия предупредил в укул ефимыч и многозначительно погрозил верному гусю своим опухшим от жира пальцем понимаешь будут барышни могу соответствовать вполне в укул ефимыч представление началось с того что масье пертрубачев вышел из своей палатки с медной трубой и затрубил а потом ударил в барабан у ермошки дух захватило от волнения начиналось что-то необыкновенное когда замерла последняя трель барабана в палатке захрипела походная разбитая шарманка над которой трудилась мисс санта-анба масье пертрубачев выставил у входа небольшой деревянный столик раскрыл деревянную шкатулку и принялся продавать билеты господа пожалует повторял он раскланиваясь с почтенной публикой сегодня на теньги а завтра в долг первым покупателем явился ермошка масье пертрубачев внимательно осмотрел поданный петел тыны попробовал его на зуб и подозвав гуся проговорил фальшивая монета ух ты варноченок космы ермошки очутились в могучей длани гуся его маленькое грешное тело покатилась к ногам мирно дремавшей сивой кобылы гусь давно уже заметил вертевшегося у палатки ермошку и инстинктивно почуял в нем своего врага ермошка нужно сознаться был порядочно обескуражен таким неблагоприятным началом хотя и знал что его монет фальшивый неужели он таки ничего не увидит это было ужас целый день ждать и ничего не увидеть ермошка сильно задумался и готов был разреветься с горя но шарманка играла барабан опять бил и время даром терять не приходилось в палатку прошли уже двое служащих с женами потом барышни и наконец сам в укул ефимыч с собственной супругой это было сигналом для остальной публики бросившейся покупать билеты на расхват ермошка совсем упал духом когда представление началось а он ермошка остался за палаткой мальчик просто сгорал от любопытства и готов был расплакаться машинально он несколько раз обошел палатку стараясь не попадаться на глаза гусю а в палатке видимо творились чудеса и публика хохотала неистово случайно ермошка обратил свое внимание на большую заплату в задней стене палатки отодрать ее и проделать небольшое отверстие для него было делом нескольких секунд и вот все чудеса перед ним ермошка видел теперь всю публику впереди всех сидел в укул ефимыч с супругой за ним сидели служащие со своими семьями она зади стояла на ногах остальная черная публика сцену заменял подержанный тюменский ковер на котором масье пертрубачев показывал свои фокусы глотал зажженную паклю играл на кофейнике и в заключении взял золотые часы в укулы ефимыча и истолок их вдребезги в медной ступке мисс санта анна подавала ему небольшие вещи и несколько раз заслоняла своей широкой спиной поле зрения ермошки когда масье пертрубачев подал в акулу ефимычу совсем целые часы ермошка расхохотался до слез и должен был на время оставить свой наблюдательный пост но это проявление искренней детской радости чуть его не погубила когда ермошка опять заглянул свою дыру воздушная фея санта анна кнула в нее чем-то так что он едва успел отскочить у дьявол ругался ермошка отскочив прям в глаз мне метила каянная душа у ермошки явилась счастливая мысль достать палку и ткнуть ее прямо в спину проклятой мисс санта анны половина этого плана была приведена в исполнение но когда ермошка подошел к своей дыре то знакомая уж ему длань гуся ухватила его за волосы и распростерла ниц визг ермошки совершенно потерялся в шумных проявлениях восторга благодарных зрителей ты у меня сибирская язва смотри грозно шипел гусь отгоняя ермошку от палатки пинками что было делать теперь уж нельзя было к палатке подойти потому что проклятый гусь сторожил его скрипив сердце ермошка вмешался в толпу и очутился под березой влезть на нее было опять таки делом нескольких минут публика толкавшаяся у палатки одобрила предприятие ермошки так что даже преследовавший его гусь теперь был бессилен и только издали погрозил вороватому врагу кулаком ермошка торжествовал ермошка был выше всех и видел решительно все а представление шло у него на глазах было видно решительно все даже то что не видела заплатившие деньги публика но сьепер тубачу глотал шпаги показывал опыты чревовещания опять глотал зажженную паклю и наконец заявил что покажет бюст женщины предварительно он загородился от публики красной ширмочкой потом поставил за ширмочкой тот самый столик на котором давеча продавал билеты посадил на него свою воздушную фею вытащил откуда-то несколько зеркал ермошка все это видел и замер от восторга когда волшебная ширмочка раскрылась мисс санта-анна видна была только по пояс и любопытные могли с ней разговаривать и даже ощупать ее как предлагал мосе пер трубачу чтобы убедиться что это не кукла живой человек ермошка до того вытягивался стараясь разглядеть куда спрятаны ноги мисс санта-анны что гнилая береза не выдержала и рухнула вместе с ним прямо на палатку можно себе представить смятение почтенной публики произведенное падением ермошки когда березу убрали и публика немного пришла в себя первым делом естественно явился вопрос о ермошке но приисковый мальчик точно сквозь землю провалился мисс санта-анна припоминала как во сне что старалась схватить этого разбойника за волосы но он ловко бросился к ней под ноги уронил ее и исчез в укул ефимыч потребовал ответа от гуся как лица облеченного специальной доверенностью но гусь только размахивал руками и ругался ну я с тобой рассчитаюсь после грозился в укул ефимыч показывая гусю кулак пошел вон дурак после этого невольного антракта представление продолжалось гусь по-прежнему стоял у входа вытянувшись в струнку его душа кипела негодованием только бы увидеть ему этого подлеца ермошку и он показал бы ему а ермошка был тут всего в двух шагах он укрылся под парадным крыльцом господского дома здесь он прежде всего привел в порядок свой праздничный костюм вытер нос и принялся наблюдать что делает проклятый гусь стоило выглянуть ермошке из своей засады как гусь сейчас же накрыл бы его необходимо было ждать ермошке сделалось грустно другие веселятся мисс санта анна вертит свою шарманку масье пертрубачу выкидывает все новые колена а он ермошка должен сидеть для праздника под крыльцом да музыка гудела на площадке галдел по праздничному приисковый лют а ермошка выглядывал из своей дыры как мышонок ближе всего к нему стояла повозка масье пертрубачу с привязанной к несивой лошадью летний день быстро догорал солнце багровым шаром спустилась за разорванную линию обступившего со всех сторон прииск любезного леса быстро надвигались короткие летние сумерки ближайшее болото точно задымилась белым туманом масье пертрубачу в третий раз протрубил в свою трубу и с изящным поклоном объявил публике что сейчас начнется последнее действие его представления именно живая картина или полет воздушные феи мисс санта анны раскланившись грациозно масье пертрубачу удалился из палатки ему нужно было переодеться он отыскал свой экипаж и быстро принялся за дело прежде всего масье пертрубачу конечно снял свой пиджак и жилет а затем остальные принадлежности своего костюма свернув все это одеяние он сунул его под беседку экипажа а на себя натянул заштопанное и довольно грязное трико вся эта операция хотя и совершалась в темноте но от волчьего глаза ермошки не ускользнуло ничего до мишуры и блесток костюма комедыциков включительно вслед за масье пертрубачу переоделась и мисс санта анна являвшаяся теперь главным действующим лицом она была в короткой кисейной юбочке трико телесного цвета и с восхитительно голыми руками масье пертрубачу подхватил ее за руку и они легкими прыжками вернулись в палатку пользуясь темнотой ермошка вылез из своей засады огляделся и подошел к экипажу сивая лошадь проснулась и посмотрела на него усталыми добрыми глазами прежде всего ермошка запустил руку под беседку извлек оттуда только что снятый костюм масье пертрубачу и сделал быстрый обыск его внимание заняли главным образом штаны комедыцика то есть карманы он их нащупав портмана ермошка извлек его сунул за пазуху а потом привел все вещи в порядок и сейчас же исчез в темноте как известно специально благоприятствующий влюбленным и ворам последнее действие произвело необыкновенный эффект так что бедная мисс санта-анна даже раскраснелась от быстрых движений и общего внимания она грациозно раскланивалась прижимала обе руки к сердцу и посылала воздушные поцелуи масье пертрубачу тоже кланялся счастливый тем что смог заработать целых 7 рублей 20 копеек улыбающаяся и счастливая чита грациозными прыжками вернулась к своему экипажу чтобы переодеться можно себе представить изумление и ужас масье пертрубачу когда он облегшись в свою походную пару не нашел портмоне в первую минуту несчастный онемел а мисс санта-анна возбужденный успехом сладко улыбалась как ему тяжело было огорчить свою верную подругу первым движением масье пертрубачу было бросился за помощью гусю который отдыхал после тяжкого дня на своем крылечке масье пертрубачу объяснял ему свою историю шепотом и все сбивался так что гусь заподозрил его сначала во лжи и глубокомысленно молчал ведь 7 целковых повторял масье пертрубачу опускаясь в изнемождении на лесенку нюта радуется я не могу ничего выговорить гусь только что хотел сказать несколько теплых слов по адресу шляющихся комедыциков которые только беспокоят добрых людей как вдруг месье пертрубачу тот самый пертрубачу который сгибал в пальцах 2 гривен и схватил руками собственную голову таким движением точно хотел ее оторвать как совсем ненужную вещь и заплакал это безмолвное проявление искреннего горя с одной стороны тронула гуся а с другой для него сделалось ясным решительно все ах он варнак ах подлец шипел гусь поднимаясь никому другому этого сделать как ему кому то то я смотрю все вертелся на глазах как без а тут сразу сгинул его дело чье но варнак этот который с березы на публику сверзился ох и рад я его не видал и я тоже понимаешь ты мосье некому больше всего вертелся на глазах а тут пропал он с живого кожу сдерул гусь поднялся с решительностью убежденного человека сделал знак мосье пертрубачу и повел его за собой скоро они скрылись в темноте комедицик покорно следовал за своим мрачным путеводителем шагая через какие-то ямы запинаясь за камни точно пьяный ведь семь рублей повторял он упавшим голосом она так беззаботно улыбается и руками тянется ко мне если она узнает это ее убьет понимать она нервная а я я так как отлично сегодня работал сейчас еще каждая косточка ноет небо покрылось неизвестно откуда наползшими облаками точно войлоком нигде не светилась ни одной звездочки летний жаркий день быстро сменился прохладой надвигавшиеся грозы который уже пахло в воздухе гусь несколько раз смотрел на небо прислушивался к чему-то и наконец проговорил быть в грозе на то тебе лин день уж это завсегда так ночи илья там маленько запоздал точно в ответ на эти слова в верху ярким изломом бросилась молния и после короткой паузы тяжелым раскатом ударил гром господи прости нас грешных крестился гусь казарме едва светился замиравший огонек это играли в три листа неугомонные приисковые забулдыги ставя на карту последние гроши остальные давно спали на нарах раскинувшись в самых непринужденных позах на печке спал старый шорник осип а за печкой на лавочке прикорнула подгулявшая приисковая стряпка ликонида намаялась она за день а потом бабьим делом выпила в заключении гуляния ее больно поколотили и пообещали совсем порешить если бы конечно она не убежала в темноте каждый праздник нещадно колотили ликониду и каждый праздник она горько каялась в своих грехах и давала зарок что это уж последний раз и что больше она не посмотрит глазом ни на одного проклятого мужика эй вы чалданы крикнул гусь входя в казарму где тут у вас парнишка игроки даже не удостоили ответом грозное начальство продолжая свое дело вон говорят а морошные еще грознее крикнул гусь никто не шевельнулся не повернул головы гусь величественно стоял у двери а за ним масье пертрубачу подавленный своим горем какого тебе парнишку откликнулась из-за печи ликонида а этого самого ермошкой звать тут где спит сонно ответила ликонида зажигая сальную свечу уже я посвечу розыски начали при колебавшемся свете сальной свечи ликонида обошла все нары ермошки нигде не было было осмотрено помещение под нарами тоже куда бы ему деться удивлялась ликонида стараясь не смотреть на беспомощно распростертые мужицкие тела да вам-то на чё его уж это наше дело строго ответил гусь ну-ка короля посвети на печь осип там спит шорник не можется ему объяснила ликонида шагая к печи к ужину только прибег ермошка то наголодался за день как пес а потом свернулся только его и видела на печке действительно спал шорник осип а за ним сам ермошка гусь схватил его за голую ногу из сонного поволок прямо на пол тебе-то и надо молодца грозно крикнул гусь встряхивая заспанного ермошку ермошка ничего не понимал и только смотрел кругом заспанными глазами гуся щупал его слазил на печку пошарил там ничего где у него сундук спрашивал гусь огорченный этой неудачей а никакого из сундука нет отвечала ликонида сообразившая в чем дело весь тут рубах наемы штаны никакого сундука нет гусь схватил ермошку за руку и поволок из казармы мальчик упирался изо всех детских сил пробовал укусить руку гуся но все напрасно ермошка очутился за пределами казармы и понял что все кончено гусь куда-то тащил его за руку а мосье пертрубачо подталкивал сзади коленом убьют меня в лесу мелькнуло в голове у ермошки и он попробовал закричать благим матом но и это последняя попытка не помогла потому что гусь закрыл ермошкин рот своей широкой ладонью они молча отвели пленника от казармы и остановились сказывай куда дел деньги рявкнул гусь подняв ермошку за волосы дяденька вот те христос ай ай не брал знать не знаю вопил ермошка отчаянно болтая ногами а вот узнаешь мосье держи его за ноги ермошка был повергнут на землю и гусь с ожесточением принялся его лупить сломанный по возглей отчаянный вопль огласил лес и жалко замер не знаешь спрашивал гусь делая небольшую передышку ничего не знаю вот сейчас провалиться массе теперь ты катай его а я подержу за ноги решил гусь экзекуция началась с новой энергии и новый вопль ермошки опять замер в окружавшей темноте ермошку били так часто и много что он перенес бы это истязание но его испугала ночь окружавшая темнота его полная беззащитность что стоило рассверепевшим мужикам убить его а потом бездыханное ермошкина тело бросить куда-нибудь в шурф эта мысль заставила ермошку сделать признание вот давно бы так другим тоном проговорил гусь куда деньги то запрятал пес ермошка соображал ему нужно было выиграть время и место разгорячившись мужики запороли боево насмерть да и место самое глухое вот крыльцом в землю закопал признался ермошка лежа на земле господского дома под крыльцом ну смотри ежели надуешь так я тебя в порошок и затру пообещал гусь под крыльцом говоришь а в уголке закопал по дороге к господскому дому гусь наломал розок и очистил их от листьев отдай мои семь рублей говорил масье пертруба чего подталкивая ермошку ногой я тебе пряников куплю в господском доме окна были еще ярко освещены когда ермошка очутился на месте преступления но коротко буркнул гусь когда они подошли к крыльцу ермошка осмотрелся и полез под крыльцо гусь тоже растянулся на земле хотя и не мог залезть в узкую дыру несколько времени ермошка копал землю а потом заявил шепотом яичка кто-то утащил портмонет то что ты подлезда и гусь никак не мог залезть под крыльцо и только болтал ногами а ермошка воспользовавшись удобством своей неприступной позиции заревел таким благим матом что сбежались не только все из господского дома но и из корпуса служащих гусь был сконфужен в укул ефимыч сам принялся за разбор дела и когда узнал все подробности залился неудержимым хохотом уж очень ловко все было оборудовано штанах говоришь портмонет был спрашивал он растерявшегося мосья пертрубачу пришел на дело портмонет то и нет дудил в трубу представлял а денег нет ой уморил но и ловок ермошка как вы его черти насмерть не забили в лесу то развеселившийся в укул ефимыч заплатил мосье пертрубачу красненькую за хлопоты а ермошку велел отпустить с миром когда гусь рассказал о подвигах ермошки весь господский дом покатывался со смеху в укул ефимыч был доволен и велел покормить комедыцков ужином когда на другой день мисс санта анна проснулась первое что ей бросилось в глаза была сивая лошадь она понура из конфужина посмотрела на нее своими добрыми глазами великолепный сивый хвост был отрезан начисто кто это сделал всем было ясно как день дорогие друзья напоминаю вам что все рассказы серии сибирские рассказы дмитрия мамина сибиряка вы можете послушать в отдельном плейлисте на youtube канале актер костя суханов плюс семь девятьсот один семьсот пятнадцать двадцать семь восемьдесят восемь телефон для связи также это телеграм ватсап и номер телефона по которому можно на сбербанк или тинькофф поддержать исполнителя то есть меня костью суханова обязательно добавляйтесь в телеграм-канал и чат болталку в телеграм там здорово весело и конечно же бесплатно можно посмотреть послушать аудиокниги поделиться своими впечатлениями с другими слушателями аудиокниг да и вообще весело провести время по вашим лайкам по вашим комментариям я обязательно буду судить стоит ли продолжать эту серию если вы сможете поддержать меня рублем я буду очень признателен обязательно пишите к переводу что это на серию мамин сибиряк сибирские рассказы номер карт 48 17 76 03 10 59 60 71 это сбер 22 00 701 78 29 81 04 это тинькофф также будет ссылка на бусти и номера всех карт в описании плюс 7 901 700 15 27 88 мой ватсап вы можете обратиться ко мне заказать рекламу или поздравление для своих близких получается очень круто и незабываемо это уже проверено ну и каждый ваш лайк комментарий и особенно репост это тоже огромная поддержка для меня и моего творчества вместе с вами моими меценатами мы делаем аудиокниги бесплатно для всех пусть так и будет спасибо за поддержку с любовью и уважением к слушателю читал актер костя суханов